Я прежде всего хотел бы поблагодарить организаторов сегодняшнего мероприятия в лице прежде всего Николая Васильевича, Александры за возможность поучаствовать, на мой взгляд, в очень интересном, а самое главное, наверное, полезном обсуждении таких насущных вопросов. И что приятно, вот перерывами общались еще, что в основном производственники, ну как, извините, как нас называют, колхозники, тогда легче говорить, мы говорим на одном языке. Уважаемые коллеги, я буквально в двух словах не представлюсь. Я представляю компанию Кубаньхлеб, которая расположена в Тихорецком районе. Это крупная компания, площадь Пашни составляет 25 тысяч гектаров. Кроме того, она многоотраслевая, большое животноводство в свиноводческом плане, строительство жилья, строительство производственных предприятий, автомобильные парки, значит, и кондитерский цех, то есть вот такая многоплановая компания. Но, как бы всегда мы говорили, все и то хорошо, и то хорошо. Ну, основа земля, основа хлеба, основа продукты питания. Поэтому я сегодня буду говорить в основном об этой отрасли. От отрасли и в целом в основном об озимой пшенице. Что можно будет сказать? И вот в своем выступлении я хотел бы как бы поделиться результатами работы с этой культурой в течение пяти лет. Значит, буквально пять лет назад, с учетом того, что холдинг расположен в северо-восточной зоне Краснодарского края, где выпадает очень мало тоже осадков, где-то 450, ну, исключая прошлый год, конечно. Поэтому сложности определенные есть, и прежде всего это недостаток, значит, влаги в течение вегетации. Значит, урожайность буквально пять-шесть лет назад составляла озимой пшеницы 54-55, так, в среднем годовой. Сегодня, благодаря принятым каким-то мерам, изменению подходов к технологии выращивания, значит, в целом к системе выращивания, результатом мы вот последние годы добились урожайность средняя, значит, ну, 70 и выше. В этом стабильная, что и ставилась задача, не какой-то там рекорд достигнуть, и, значит, аплодировать и самим себя, значит, и себе, значит, поэтому достигнута стабильность. В прошлом году урожайность средней пшеницы со всей площади, ну, почти 12 тысяч гектаров составила 75,5 центнера. Значит, что, в общем-то, нового? Ну, в общем-то, ничего нового, просто тщательно соблюдение всех агрономических, ну, как сказать, канонов, наверное, да, правил, которые уже устоялись, и чтобы эти правила осуществить, значит, эти элементы технологии осуществить качественно. Вот и все. Прежде всего, на что мы обратили внимание, это структура предшественника. Ну, очень, значит, там 7-8 тысяч гектаров было только предшественника земновой кукурузы, ну, и много других, как бы, нарушений. Сегодня у нас структура, значит, отрегулирована, считаем, что в соответствии с требованием осеоборота, значит, если раньше высевалось горохом 100-200 гектаров в компании, то вот уже два года, и в этом году в том числе, значит, мы высеваем горохом 2,5 тысячи гектаров. Причем горох нужно сеять не ради того, что мы сеем, ради того, что вот горох сеет, и это уже хороший предшественник. Но надо получить хороший урожай гороха, и чтобы отдача была в последующей культуре на зиму и пшеницу. В частности, мы получаем урожай гороха, поэтому я почему привожу этот пример. Иногда говорят, вот сейчас особенно применяются высокоурожайные сорта гороха, такие как балдор, значит, которые свободно дают 50 центнеров. У нас урожайность балдора составляет 45-48, иногда 50 центнеров гектара. И пошел разговор, что раз высокоурожайность, значит, обязательно будет снижена урожайность азимой пшеницы. Ну, на тысячу гектаров мы убедились, что это совершенно не так. Можно получать и 50 центнеров гороха, и получать за 70 в среднем, подчеркиваю, азимой пшеницы. Это что касается предшественников. И следующее, семена. Я приведу вот такой пример, ну, где-то лет 10 назад, 8-10 лет, когда приходилось говорить о том, что выращиваем не в этом хозяйстве, другие хозяйства выращивают азимую пшеницу, высевая стопроцентные семена элиты. Тогда это было в дикоинку. Сейчас очень многие хозяйства севают именно элиту. Сегодня, и так немножко посмеялись, да как, как ее можно произвести и так далее, когда мы покупали элиту чуть для размножения. Сейчас мы, вот наше хозяйство компании, 90% площадей засевают только оригинальными семенами. Только. А я думаю, никому не нужно доказывать и убеждать, что значит репродукция, даже элита и первая, значит, репродукция ОС-1, значит, они уже разнятся, уже разнятся даже буквально. Поэтому у семенов только оригинальные семена. Благодаря этому мы получаем вот такие высокие стабильные урожаи. Кроме того, урожай пшеницы мы не рассматриваем в разрыве, вернее, в несвязи с производством семян. Сейчас хозяйство организовано в компании крупная отрасль по производству семян азимой пшеницы, извините, и, значит, кукурузы, 3000 гектаров дополнительно, я имею в виду для кукурузы, выделено сейчас орошаемых земель, где будут выращиваться родительские формы, мы их уже начали выращивать в этом году, на следующий год массово, именно тоже с национального центра зерна Лукьянин, которые свои родные отечественные гибриды, они там, оказывается, замечательно есть. Но мы говорим о том, что о пшенице сегодня. Мы построили семенной завод, семенной комплекс, он один из лучших в Европе. Это не наша оценка, не самооценка, он один из лучших в Европе, потому что 8 наименований культур этот завод высококачественно готовит. Но речь прежде всего о базимой пшенице. Поэтому мы готовим там семена, вот уже второй год, кстати, построили же второй, значит, такой завод, потому что спрос на семена наши именно очень большой. Достаточно сказать, что мы более 20 тысяч тонн в этом году реализовали, в прошлом году реализовали семян. В основном интересно, это, значит, очень заинтересованы семенами. У нас только, конечно же, кубанской селекции. От добра добра не ищут. Мы очень довольны. На любой вкус, на любую зону, любые почвенные разности, значит, можно выбрать, вы видели, какой набор сортов. И поэтому мы, значит, именно занимаемся этим вопросом. Значит, порядка 8 тысяч тонн ушло за границу. Это Узбекистан, это Туркмения, это Азербайджан, ну, чуть-чуть поменьше. Особенно Туркмения, причем, вы понимаете, они целенаправленные. У них Алексеевич районирован. Они приехали, вот говорят, сколько у вас тысяч есть его, все до крошки заберем. То есть мы стараемся выращивать такие семена, чтобы они были востребованы для всех зон. Мы выращиваем всего 36 сортов. Это не значит, что мы у себя их сеем. Мы сеем не 4-5, как мы называем, рабочих сорта, а которых мы возьмем максимальную отдачу и знаем, которые будут наиболее востребованы. Это уже мы же знаем. Это Тимирязевка, это Алексеевич, это Таня, это Гром, ну, новые пошли там, значит, Бумба, значит, вот Победа 75, уникальный сорт. Вот, то есть мы стараемся вот таким вот образом. Ни одной рекламации, ни одной обиды ни из-за границы, ни от наших друзей из Ростовской области мы не получили. А наоборот, по сравнению с прошлым годом, прирост реализации. Я думаю, что это, значит, направление, и мы только как бы начинаем развиваться. Мы выстраиваем, значит, очень серьезное, конечно же, это без такого сотрудничества, ни на бумаге, заключил договор и забыл, вспомнил на уборку. А без такой живой работы с селекционерами научного национального центра зерна во главе с Людмилой Андреевной Беспаловой, значит, конечно, это невозможно просто. И вообще, мы убеждены за много лет, если мы, говоря о производстве, выращивании азимой пшеницы, будем как-то недооценивать, мягко говоря, науку, ничего ни у кого не выйдет. Поверьте мне, значит, вот все-таки много десятков лет занимаюсь этой культурой, я могу уверенно это сказать. Поэтому именно, причем такое сотрудничество, что и Беспалова, и член-корреспондент Российской Академии Ирина Борисовна Аблова, но они как домой приезжают. Они знают, особенно, значит, где какие у нас демонстрационные поля. На демонстрационных полях до 40 сортов самых новейших достижений. Мы год-два смотрим сами и показываем люди. Мы день поля проводим, до 500 участников, значит, приезжают к нам со всех регионов. И поэтому, значит, вот вырисовалась четкая система в этом плане. В этом плане. Что касается, вот, Александр, вы говорите в отношении урожайности, значит, ну, вот и мы сами вроде бы убедились так, своими подсчетами, будем говорить скромными. И точные данные Кубанского аграрного университета говорят о том, что производство озимой пшеницы для нашей зоны, для нашей зоны, выше, там, до 80 центнеров, до 90 центнеров, мягко говоря, становится, ну, сомнительно рентабельным. Поэтому мы не ставим сверх задач каких-то, значит, получать какие-то, стабильность того, что мы можем максимально достигнуть, и то, что мы достигли. Что касается, значит, нам интересно, и ученые, и селекционеры наши, и Людмила Андреевна, делают конкретные поручения, проекты, чтобы проверить полностью потенциал сортов, особенно новых, на что они способны в производственных условиях. То есть, как бы мы продолжаем работу селекционеров у себя на полях, под их четким контролем, значит, постоянным. И мы видим, что до 100 центнеров свободно можно даже за счет предшественника, за счет усиления системы защиты, даже оставаясь на том минеральном питании, которое есть. А вот защита и предшественник, допустим, по гороху мы можем, мы и получаем на некоторых полях и 90 центнеров на некоторых сортах, это неудивительно. Но это, цель, конечно, как можно больше получать урожайность, но не за счет вкладывания огромных средств, которые зачастую могут не оправдаться. Понял, понял, все учитываю. Поэтому вот буквально еще о подкормках. Ну, Александр Николаевич, по-моему, настолько так интересно. Мы часто общаемся, значит, и в институте, и у нас на полях тоже. Но тем не менее, я говорил Николаевичу, что я два листа, точка, себе много подметил, много интересного. Поэтому мы считаем, что это один из основных элементов получения высоких урожаев. Некоторые делают подкормку, к сожалению, подкормку ради подкормки. Мы, значит, очень тщательно, ответственно подходим к этому. И действительно, это творческий, аналитический должен быть подход. Это должен агроном показать все, на что он способен, чтобы определить сроки подкормки, начало и проведение. Обязательным условием мы считаем, вот в наших условиях, подкормку проводить, особенно наземную, только когда есть влага. То есть, ловить нужно. Маленькие, вы слышали, в капле, значит, влаги растворяется селитра. Поэтому, значит, очень важный момент, чтобы эту подкормку провести. Я думаю, что вот соблюдая эти основные направления, ну, качество всех работ, значит, свободно можно добиться стабильности в получении урожая зимой пшеницы. Спасибо. И в том числе и для семян, и для земна. Сибирской, вы сможете назвать? Ну, так нельзя вот прям одну цифру эту назвать, потому что она, вот смотрите, как ее назовешь, когда мы иногда на семена высеваем, допустим, сорт Алексеевич, или вот видели, агрофаг 100, значит, 50 килограммов семян, при хорошем качестве, предшественник горох, при хорошем качестве, защита нормальная, 80 центнеров с гектара, 80 гектаров в поле, 50, на другом 100, это нам четко выдают селекционеры, какой сорт, с какой нормой высева высевать. И мы, Алексеевич, при 50 килограммах высева, при широкорядном посеве, достает, ну, селки хорошие, правда, распределяет, важно, чтобы по длине редка семена ложились без перерывов, не так, как вот где-то тут кучно, где-то так, поэтому селекционеры очень следят, особенно за питомниками размножения, которых у нас до 1000 гектаров, это очень ответственно, поэтому себестоимость, в общем сказать, невозможно, невозможно. А в отдельности, если кто интересует, мы можем пообщаться. Спасибо. Есть еще вопросы? Виктор Алексеевич, а вы, честно, работаете в центрах земля, да? Мы... Мы... Мы вот эти питомники размножения, там же должны научить сотрудников... Значит, четко обозначаю. Почему четко? Потому что, я сказал, система четкая работает. Распределяют питомники селекционеры. Они присматривались к нам, откровенно говоря, два года, посмотрели, что у нас высокая действительно культура земледелия. И сейчас дают нам такое количество питомников, ну, на Кубани нет таких больше площадей. Они дают, они нам технологию рассказывают, они приезжают на посев, ну, уже не говоря, на апробации, на уход. Значит, за нами закреплена Аблова Ирина Борисовна, член-корреспондент. Ну... И с них вы берете себе оригинальные семена? Что-что? Конечно! Они берут из питомника, из своих питомников, дают на наши питомники, ну, как бы, второго года, мы выращиваем оригинальные семена. Мы выращиваем оригинальные семена. Их селек? Конечно! Они дают нам строго эти семена, это их семена. Поэтому мы и нигде не имеем никаких нареканий на этот счет. А еще нет? Ну, а пять рабочих сортов все-таки назовите. Да, да, я, значит, откровенно говорю. Еще раз говорю, эти сорта мы сеем с учетом их востребованности. Мы знаем, что Алексеевич будет востребован сто процентов, сколько бы мы его не произвели. Я говорю, с Туркменией приехали, говорит, все, заберем, потом начали, боже мой, ну, уже себе хоть оставить, значит, Алексеевич, Таня, значит, Юка, Юка, Гром, вот, Тимирязевка. Победа 75 – это великолепный сорт. Но он только, не путать, Победа 50, а это Победа 75. Он был на небольших у нас деляночках, значит, нам одним из первых дали его размножать, и как и многие сорта. И поэтому мы, значит, его уже в этом году посеяли на больших площадях. Победа 50 – мы не можем, понимаете, некоторые сорта ведь ни разу, наверное, не обманывались тоже. Вот дал сорт урожайность один год, вот, давай его на большие площади. А на следующий год он провалился. Поэтому мы, чтобы соответствовать, что это рабочий сорт, мы 2-3 года его уже в себя проверяем. Поэтому мы выбираем, не нужно больше путаться для больших объемов. 5, ну, может, от силы 6 сортов. А в чем уникальность Победы 75? Что-что? В чем уникальность Победы 75? В той, через болезнь. Почему уникальный сорт Победы 75? Значит, он сочетает, как раз, что вы говорили, признаки высочайшего качества зерна, как когда-то и Победа 50, значит, и высокой продуктивностью. Ну, ряд других, значит, преимуществ и по зимостойкости. Значит, ну, вот основные, в принципе, качество и продуктивность высоченная. Это да. Там много. Сейчас школы, школы много говорят. Ну, школы у нас большие уже площади. Этот агрофаг 100, где-то гектаров 600 его уже. Понимаете? То есть, мы торопимся, даже, мы сейчас размножаем те семена, которые еще даже не райнированы, но нам, селекционеры, подсказывают, что они на следующий год будут райнированы. То есть, идем немножко на год, желательно на два впереди. А еще один вопрос. Да. В сравнении гром, амери. О амери вы ничего не говорите. Значит, знаете, гром, ну, это один из тех сортов, который, в общем, по стабильности, я бы его сравнил с Таней. Он настолько стабильный, из года в год. Казалось, вот были не урожайные годы, посмотришь, как там говорят, не кожи, да? Ну, нет, нет вида, значит, никакого провала. Ну, это стоит с крупным колосом рядом, урожая нет. А гром все равно дает. То есть, гром очень ценен, очень ценен. Что касается гомера, он, в общем-то, по всем данным, и в институте, в национальном центре зерна, он дает показатели по урожайности выше гомера, выше грома. Но, вы знаете, вот позапрошлый, не прошлый, а позапрошлый год, он, почему я сказал, ну, нельзя, вот один сорс пыхнул, и сразу его на большие площади. Не стоит этого делать. А у нас получилось так. И мы его сразу там где-то или на 400 гектаров, а он не показал себя, вернее, там, ну, были другие причины. Поэтому мы его не забросили, потому что потенциал у гомера великолепный, и за ним еще будущее. Но нужно здесь осторожность. И еще вопрос. Сорда по стерневым предшественникам на слабом агроконе. Отлично. Отличный вопрос. Отличный вопрос. Значит, это прежде всего, конечно, граф. Это крупноколосый сорт, дающий великолепную урожайность. И когда-то, значит, они когда-то такие разговоры, что полупар это там чуть ли снижает урожайность по сравнению с пропашными предшественниками. Если хороший полупар соответствует, вовремя вспахали, разделали, внесли удобрения, значит, и правильно вы вопрос задаете, очень важно, подобранный сорт, это прежде всего, конечно, граф. Хорошо идет и Алексеевич по полупару. Вот это, ну, там еще допускаются и другие сорта. Но вот эти, на наш взгляд, это самые надежные по полупару. Мы сеем вот уже третий год, и вообще у нас никаких сомнений нет. Хотя полупаром сильно и не увлекаемся, потому что у нас огромное семеноводство, понимаете, и нам пропашные предшественники нужны, поэтому мы стараемся вот таким вот образом делать. А еще, так же именно вы озимую по озимой располагаете по системе полупара, то есть пахота у вас, да? Значит, пахота, конечно, полупар мы пашем, но это площади незначительные у нас, это чисто идет на товарное зерно. Нет, ну не важно. Пашем, конечно. Пашем. Потому что масса большая после уборочных остатков, хотя мы обрабатываем в качестве деструктора, великолепно работает здесь, говорили, биологическая защита, великолепно работает. Пахота и никаких вопросов. Неглубокая пахота, 23-25, вот такая. Самая встречная с полюбия у нас не испытывали пахота и безотворенность? Ну, поверхностная, значит, я вам скажу, это вот говорили здесь от особенностей поля, от истории поля только разница будет. А так, в принципе, мы большой разницы, какого-то преимущества даже нет в этом. Хотя мы опыты закладывали в этом направлении. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok